В этом видео я хочу провести очередной обзор очередной коллоды Bicycle И в этот раз речь пойдет о колоде Bicycle Призраки Bicycle Ghost Пользователь с ником Евгений Есин в апреле месяце выиграл вот эту колоду и любезно дал согласие на то, чтобы я с ним снял обзор за что Евгению отдельное спасибо давайте перейдем и посмотрим, что интересного есть в этой колоде что ж, друзья, давайте посмотрим, как выглядит наша коробка из-под карт Bicycle Ghost Bicycle Призраки первое, что нам бросается в глаза, это классическая надпись Bicycle далее шикарнейшее изображение пиковой масти которая присутствует у нас на Тузе Пик надпись Ghost призраки или просто призрак, да playing cards, игральные карты и Made in USA далее на одной, значит, торцевой стороне у нас надпись Performance Finish то есть это покрытие карт Performance Finish которое обеспечивает просто превосходнейшее скольжение то есть все вееры, ленты и прочие флориши, где необходимо скольжение карт выполняются изумительно также изображение небольшой пиковой масти надпись Made in USA сделана в Соединенных Штатах здесь надпись Poker то, что это означает, что колода покерного размера здесь надпись Distributed by Illusionist Playing Card Company San Rafael и так далее ну, в общем, это место, где произведены эти карты здесь снизу у нас штрих-код эмблема студии Illusionist ну и маловажные надписи на обратной стороне коробки у нас изображен рисунок, который находится на рубашках карт ну, на картах мы сейчас это все с вами и посмотрим и так, давайте откроем коробку ну, на коробке те же самые предупреждающие надписи на открывашке то, что все, что находится на этих картах является торговыми марками компании значит, United States Player Car Company так и так первым делом, что у нас идет здесь здесь у нас идет обычная карта вот такая вот с эмблемой студии Illusionist собственно, здесь только надпись Illusionist Playing Card Company и ссылка на их сайт далее у нас здесь находится такая вот Double Bad карта то есть карта с двойной рубашкой с которой можно показывать разные фокусы специальные так и дальше у нас идут непосредственно сами карты и так первым делом давайте посмотрим на Джокеров и на Пикового Туза да, хочу подметить, кстати что дизайн всей вот этой вот колоды разрабатывался около пяти месяцев то есть так долго вот разрабатывали ее и вкладывали свои силы, душу, время, деньги и так далее и еще есть такая одна интересная особенность ну, я об этом читал сам я ее не проверял то есть вроде как эти карты светятся в ультрафиолете таким ядерно-белым цветом ну, у меня ультрафиолета не было под рукой поэтому проверить я не сумел и так, ладно, давайте посмотрим на Пикового Туза должен подметить, что Пиковый Туз здесь сделан просто офигенно после карт B вот этот Пиковый Туз мой любимый то есть на втором месте он у меня идет и так, что мы видим на изображении Пикового Туза давайте посмотрим то есть первым делом, конечно же, надпись Bicycle 808, как мы помним, это серия байсиклов и надпись Ghost, призрак ну, хотя чаще их называют призраки далее, само изображение Пиковый Мастер здесь мы видим такие вот ленты в них упирается такой вот столб и здесь на конце такая рука с раскрытой ладонью давайте мы с вами сейчас эту Пиковый Мастер получше рассмотрим именно на коробке потому что на коробке это видно все-таки как-то поживее поинтереснее прорисовано все почетче то есть этот столб раскрытая ладонь и вот если перевернуть вот так вот карты то здесь видны такие змеи то есть вот голова змеи с раскрытой пастью и они вот так вот закольцовываются вокруг этого столба и вот здесь у них такие хвостики выходят в конце и здесь у второй так же хвост вот она закольцовывается и вот ее пасть такая вот открытая лицо с открытой пастью вот на самом тузе это как-то они больно уж затемненно сделаны ну все-таки как бы видно конечно но на коробке видно как-то почетче вот такой вот пиковый туз у наших карт давайте посмотрим теперь на двух джокеров джокеры здесь сделаны очень интересно сделаны здесь в виде таких такого человечка который стоит к нам спиной то ли это дрессировщик то ли еще кто-то ну вот почему я думаю что дрессировщик потому что у него такой кнут такой в руках как бывает в цирке у дрессировщиков когда они львов гоняют вот что-то похожее так значит у нас надпись джокер также они выполнены все в черно-белом цвете надпись 808 это наша серия да ну и снизу надпись united states playing card company есть одна отличительная особенность у джокеров один джокер стоит на крестовом тузе второй нет то есть это можно использовать для каких-нибудь фокусов когда вы навязываете зрителю крестового туза итак что есть еще кстати на обоих джокерах на обоих джокерах есть такая вот лента такая вот ленточка с надписью mundus vult de cipi это как бы латынь вообще полностью эта латынская фраза звучит mundus vult de cipi ergo de cipi anutur то есть переводится как мир желает быть обманутым пусть же его обманывают но здесь только первая часть этой фразы mundus vult de cipi то есть просто значит мир желает быть обманутым значит давайте его обманывать используя эту колоду вот такие вот у нас джокеры интересные так теперь давайте присмотримся к остальным картам и давайте кое-что сравним со стандартными картами возьму байсикл стандарт иду какую-нибудь такую же масть вот к примеру даму давайте на примере дамы посмотрим то есть в сравнении с байсиклами стандартами то есть что мы видим то есть полностью черно-белый цвет все черный и белый больше никакого нет то есть клачись классической раскраски с красными синими и желтыми цветами здесь вы не найдете это кстати вот отличительная особенность карт байсикл гоуст а сами изображения такие же классические как и на стандартах что валет дама король далее тузы тузы и вообще карты такие вот которые по номиналу у нас полностью должны быть красные но здесь они выполнены такие не красные а бордовые давайте вот посмотрим поближе на пикового туза здесь сама масть изображена темным цветом черным а вот эти вот индексные масти они выполнены бордовым цветом с такой вот черной окантовочкой возможно кому-то покажется что это красный цвет давайте возьмем опять же бубнового туза из стандартов и посмотрим то есть обратите внимание красный вот цвет здесь цвет потемнее здесь цвет у нас уже бордовый также сама буква выполнена уже черного цвета масть черного то есть только индексная масть у нас остается цветная такая вот бордовенькая с окантовочкой вот это вот такая вот отличительная особенность именно вот красных мастей сами карты выполнены номинальные карты выполнены точно так же то есть номинальная масть у нас здесь вот да индексная масть точнее у нас красная это бордовенькая на остальные все такие вот черные то же самое и на красных картинках то есть все изображения у нас классические и единственный красный цвет бордовый цвет у нас вот здесь вот на индексной масти остальное все черно-белое и также все с остальными картами то есть крестовые карты такие же очень интересная колода кстати я ее заказываю очень давно у меня она тоже есть но у меня она уже вся такая задрипанная потому что я и раньше очень часто пользовался вот заказываю еще тогда когда у меня даже ни сайта ни канала не было вот такие вот у нас прикольные картишки давайте посмотрим на рубашку рубашка у нас классическая то есть такое же изображение как на такое же изображение как на байсиклах стандартах такие вот цветные картинки у нас на стандарте да то есть синий белый цвет на байсиклах голос такого цвета вы не найдете здесь черно-белый то есть вот эти вот белые цвета у нас такие затемнены как негатив да такой вот как негативный оттенок а сами изображения такие же классические вот такие вот небольшие отличия ну как небольшие смотря с какой стороны конечно посмотреть можно сказать что и большие даже отличия ну в общем колода своеобразная на вашем месте если вы планируете заказать себе какую-то дизайнерскую колоду я бы на вашем месте ее бы приобрел аж колода очень достойная все с ней делается хорошо просто замечательное скольжение даже чересчур замечательное аж из рук все выпадает вот этот называется перформанс финиш ну что ж друзья этот обзор у нас получился короче чем обычно потому что ну очень много фишек в этой колоде нету различия именно в дизайне различия именно вот в джокерах и в пиковом тузе ну и небольшие отличия именно по самим картам ну что ж на связи с вами был Куликов Сергей он же моряк да если вы хотите купить эту колоду то ссылки на покупку этой колоды я оставлю в описании к этому видео ну что ж с вами был Куликов Сергей до следующих встреч пока пока